Дамы и господа, рад вам представить генерального директора хоккейного клуба Оренбурзе, ну, хоккейного клуба «Белые тигры» в Молодежной лиге Сергея Сошникова. Сергей Николаевич, ну первый вопрос такой, насколько я понимаю, «Белые тигр» один из немногих клубов в России, частных? Ну, он не частный, это заблуждение, то есть он создавался как частный. Да, идея была моя и создавался мною непосредственно, но частным он был буквально короткий период с момента заявки, это был 1998 год, наверное. Может быть, года полтора мы были совсем частные, самостоятельные, но в то же время без помощи Оренбургского государственного университета этот клуб не мог существовать. И мы, конечно, сотрудничали совместно, потому что Оренбургскому государственному университету достался стадион «Прогресс» в наследство после Советского Союза от производственного введения «Стрела». Этот стадион был в разрушенном состоянии, естественно, там просто не до чего было зацепиться. Ну, для понимания, там в день вывозилось порядка 35 машин мусора, а следов не оставалось, как будто ничего не выявили. Ну, а со временем, конечно, потом институты, университет все больше и больше начал помогать клубу. И в то время, когда клуб принял нормальный юридический статус, то одним из учредителей стал Оренбургский государственный университет, а вторым учредителем правительства Оренбургской области. Вот, и, соответственно, просто это частная инициатива. В начале клуб все время был, и моя задача была к идее привлечь государство, чтобы была серьезная основа, и это было сделано не на день, на два, а навсегда. Поэтому на сегодняшний день нам пока это удается. Несмотря на то, что какое-то время мы сотрудничали с компанией «Газпром Добручий Оренбург», из каких-то соображений, то есть в период кризиса компания приняла решение покинуть наш клуб, но в то же время «Газпром» нас не покидает окончательно, и вот третий год подряд мы с благодарностью принимаем помощь генерального спонсора компании «Казросгаз». И если бы, я откровенно скажу, если бы не эта компания, то клуба уже не существовало. Потому что сейчас, в период, когда действительно бюджеты решают все, без денег невозможно содержать такое серьезное, и участвовать в серьезном соревновании невозможно, потому что МХЛ сегодня, наш шаг в МХЛ был осознанный, мы в МХЛ вошли, потому что, опять же, денег на ВХЛ у нас не было, и мы принимаем решение, учредители, естественно, собравшись, принимаем такое единогласное решение, что сегодня в МХЛ мы не готовы играть, ввиду того, что это будет, наверное, бессмысленная трата денег, а так как своих воспитанников мы еще не подготовили, хотя и поздно начал развиваться в Оренбурге. И, соответственно, МХЛ – это наша задача, и это ближайший такой очень мощный ориентир для наших ребят-оренбуржцев. То есть не секрет, что у вас всего два оренбуржца в команде? То есть когда будет хотя бы 90%, тогда уже есть смысл? Да, безусловно. Вот это основная цель. Поэтому на ближайшие 8-10 лет эта перспектива именно создать такие условия, чтобы в команде играли домашние воспитанники. То есть играть в МХЛ чужими приглашенными смысл не помнит? Нет, пустая трата денег. А с университетом вы до сих пор сотрудничаете, да? Нет. Сменилось руководство университета буквально два года назад, и трудности определенной финансы возникли в университете. Новый ректор принял решение и поставил нас в известность, что они хотели бы выйти из состава учредителей, ввиду того, что он не видит своей поддержки, что ли, к клубу. Хотя мы, тем не менее, никаких претензий не предъявляли, нам было достаточно того, что история продолжалась. Но поскольку это было право одного из учредителей, приняли. И после того, как университет вышел, на место университета эти доли, там разобрали две частные компании, которые нам, безусловно, помогают. Но, конечно, не в том объеме, который был бы необходим. Но, тем не менее, они являются учредителями и конкретно принимают участие в финансировании и обеспечении жизнедеятельности клуба. Я немножко в историю для наших читателей углублюсь. Команда была у вас «Газпром АГУ» в свое время называлась. Как раз АГУ – это Оренбургский государственный университет. И, честно говоря, оказалось, что одни студенты, наверное. Ну, в том смысле, что все игроки наверняка учатся в этом университете. Как у вас сейчас? Ну, практически так и было. А сейчас в МХЛ ребята приезжают, у нас же, поскольку нет своих воспитанников, ребята приезжают все, кто студент ЮРГУ, кто студент московских вузов. То есть, в принципе, все студенты. Потому что я подписываю регулярно в начале сезона документы на свободное посещение. А в конце сезона или перед Новым годом ребята закрывают эти учебные вопросы, там сессии сдают экстерном и так далее. Ну, ребята все учатся, в принципе. Но, к сожалению, не в Оренбургских вузах. В Оренбургских вузах только наши местные воспитанники. И думаю, что пару приезжих. Мы сейчас общаемся... А ради интереса спортивные такие направления или есть серьезные? Есть и серьезные направления. У нас даже в ОГУ ребята учились, будучи игроками нашей команды. Кто-то учился на транспортном факультете, кто-то экономический факультет посещал. То есть, по простым путям они идут. Да, разнопланные. У нас, мы пробовали выстроить отношения. У нас сейчас организовался институт физической культуры на базе прединститута бывшего. Но теперь прединститут имеет статус университета, а факультет физическое воспитание, студентам, которые я в свое время играл, он преобразовался в институт физкультуры. Но, к сожалению, кафедра хоккея так до сих пор не получилась. Мы какое-то время активно работали уже в этом дворце спорта. И один учебный год была попытка. В расписании выводились занятия хоккеем. Студенты приезжали сюда. Но как-то вот не зацепилось. Пусть тоже, видимо, связано все с деньгами. Но мы надеемся, что это все равно продлится. Потому что реально сегодня на территории Оренбургской области возникла очень серьезная потребность в тренских кадрах. Потому что дворцов спорта, которых нам не снилось в момент создания клуба, дворцов спорта сейчас очень много. У нас только в городе четыре. А тренеров нет. И их не готовили. Поэтому сейчас это бывшие хоккеисты, которые как-то там заочно заканчивали факультет физиспитания. Но специфической подготовки нет. И поэтому мы испытываем голод, вот интеллектуальный голод в плане подготовки хоккея. И у вас же Челябинск близко. Ну, тем не менее, в Челябинске сейчас же время такое, что хоккей имеет масштабное развитие. В Челябинске своих команд очень много. И детских спортивных школ. И второй момент, что мы не можем создать такие условия, которые там приняты были, скажем, иногородним приезжим человеком. И так у нас все тренера, те, кто работает. Но это молодые ребята, которые в основном закончили играть, играя в Оренбурге. И здесь заканчивали учебные заведения, либо в Магнитогорске, там филиалы университетов. И сейчас тренера с Магнитогорска, с Уфы, воспитанники школы. Магнитогорск, Уфы, Перми, Пензы. Они работают здесь плодотворно. Но это молодые парни, которые не были обременными семьями. Они начали отживаться в Оренбурге. А уж сейчас со временем прижились, создали семьи, детей родили. И в принципе уже они живут здесь постоянно. Так что создавать для новых кадров условий практически нет. Таких, чтобы можно было там и квартиры обеспечить, и так далее. Бытовые вопросы очень важны для тренеров. Но, тем не менее, надо готовить. И готовить у нас все равно ресурсы есть. Область большая, населения много. Людей, охваченных занятиями спорта, тоже много. Поэтому просто единственное, необходимо вот это направление выбрать. Я думаю, рано или поздно наш институт физкультуры начнет выпускать тренеров по хоккей-шайб.